Всем привет! Меня зовут Павел, и сегодня я хочу поговорить об очень важной вещи, которая касается нашей молодежи. Молодые ребята сейчас, мальчишки и девчонки, готовятся к тому, чтобы стать студентами. Они сдают экзамены и подают документы в вузы. И вот теперь давайте обсудим, что такое вузы, высшее образование и вследствие работа. Для чего вообще человек получает образование? А здесь есть только два фактора, один из которых для России практически вообще не работает. Первый факт – это человек получает специализацию. Человек получает возможные знания для предполагаемой работы, для того, чтобы куда-то устроиться. Тебе нужно образование, ты его получаешь, приходишь, показываешь диплом, корочку и тому подобное, тебя принимают на работу, все счастливы. И вариант номер два – люди получают образование по кайфу. Просто потому, что им хочется получить эти знания. Допустим, это какой-то действительно интересный вуз, либо какой-то интересный курс, или просто преподаватель здоровский, и ты решил поучиться у него. Это очень редкая штука, и она встречается меньше, чем процентная погрешность, но такие люди есть. И, как правило, это вообще не молодежь. Молодежь получает информацию и учится в вузе для того, чтобы получить профиль или специализацию. Как правило, молодежь идет туда именно из-за того, что к этому принуждают родители. И, как правило, еще зачастую получают образование не то, которое они хотят, а то, на которое либо хватает денег у их родителей, либо на которое им хватает пропускных баллов. А, как правило, и первое, и второе. То есть и баллов хватило, но не пошел, потому что у родителей нет денег. И по-любому пойдешь туда, где деньги либо не важны, либо нужны, но и хватает. И давайте поговорим про сам феномен получения информации сейчас в России 21 века и 21 года. Как правило, и уже не зачастую, а в подавляющем большинстве, люди после того, как получают информацию, заканчивают вуз, что они делают? Правильно, они идут работать туда, куда их берут. То есть они не идут по той дороге, которую они как бы выбрали или которая у них как бы получилась, ввиду вышеперечисленных факторов. То есть люди работают кем угодно. Они сейчас популярны вебкам, кладменство, всякие макдональдсы, бургер кинги, KFC, продажи каких-нибудь вейпов и тому подобного. То есть туда, куда берут. А давайте теперь зададимся главным вопросом. А на кой тогда нужно учиться там 3, 4, 12 лет или 7, 8? Чтобы что? Чтобы потом эту корочку показать где? При приеме на работу фикс прайс за копейки? Вот это как бы цель, потратить там минимум 4 года своей жизни? По-моему, это очень странно. Вообще, на мой взгляд, это очень глупая система. Когда-то очень давно я закончил почти 4 года образования, получил образование слесарь экип. Меня никуда не брали на работу, вообще никуда. То есть я реально там снег убирал. После чего я закончил курсы электрика. Это профессиональные курсы, профориентация. Я закончил курсы меньше, чем за полгода, получил корки электрика. И вот уже работаю уже далеко-далеко за 10 лет. То есть я работаю электриком. То есть я начинал там с маленького электрика и пошел-пошел-пошел-пошел. То есть там доработался в один момент, даже главным инженером работал. А теперь вот что важно. Стоит ли перед тем, как понимать, куда тебе идти, задаться вопросом, а можешь ли ты получить это образование в виде профориентации? Условно. Например, для того, чтобы стать парикмахером, есть училище, где ты реально 4 года учишься быть парикмахером. Курсы парикмахера можно закончить за полгода. Где, кстати, через 3-4 месяца ты уже идешь работать. Потому что, ну, ты уже набиваешь руку, сдаешь экзамен и получаешь корку и доволен. Даже тебе икорка нахер не нужна, потому что при приеме на работу парикмахерам вряд ли у тебя что-то спросят, да? Ну, или, например, там, визажистам каким-нибудь, да? Тоже по этому поводу есть курсы. Первый вопрос, который молодежи нужно задать, это смогу ли я получить ту информацию, которую сейчас мне преподают, гораздо более в концентрированном варианте и гораздо быстрее. Следующий вопрос. Когда вы выбираете вуз, задайтесь вопросом, а есть ли вот эта вот работа, на которую вы предполагаетесь? Сможете ли вы сначала устроиться? А второй вопрос, а сколько вы будете зарабатывать? Да, вы скажете, ну, меркантилизм это, конечно, здорово, но не в деньгах дело. Ребята, в деньгах. Безусловно, не только в деньгах счастья и не в деньгах единых все естество и мироздание заключается, но, ребят, квартиру снимать нужно, кушать что-то нужно, на транспорте тоже нужно ездить. А если вы хотите переехать? А если вы хотите купить себе машину? А если у вас есть какие-то хобби, не знаю, играете вы на гитаре, собираете вы модели, летаете ли вы на коптере, прыгаете с парашютом или плаваете с аквалангом? Как бы то ни было, у вас есть хобби, их нужно оплачивать. Да хотя бы нужно нормально одеваться и хорошо кушать, для того, чтобы ваша жизнь была чуть-чуть счастливее, чем абсолютная грусть и перманентная депрессия. Задайтесь вопросом. Какие работы сейчас актуальны, какие нужны и за какие платят? Есть работы, которые будут востребованы, в принципе, всю вашу жизнь. Слесарь, сантехники, например. Вода в домах как была, так и останется, и ее будут туда таскать. При том, что электрика. На электричестве работает все, но есть электрика, а есть электроника, есть электромеханика, есть электротехника. Трубо говоря, можете стать электриком, это человек, который тянет провода, допустим, по квартирам или их ремонтируют. Вы можете стать электронщиком, как, например, ремонтником по мобильным телефонам, ноутбукам и так далее. Сейчас очень много гаджетов и людей, и их нужно кому-то ремонтировать. И это достаточно прибыльное дело. Если у вас есть, конечно, мозг и желание завести себе YouTube-канал, в TikTok-канал, еще желательно Instagram, и у вас будет клиентная база. Электрики, слесари – это люди, которые будут востребованы всегда. Ремонтники бытовой техники, в том числе и электроники в виде телевизоров, мобильных телефонов, здесь тоже будут востребованы всегда, потому что у людей много техники и очень немного денег для того, чтобы покупать новую. Поймите, 4 года и больше – это очень немаленький срок. Задайтесь другим вопросом, а будет ли это актуальна профессия через, там, условно, 4-5 лет? И вообще, в принципе, будет ли она востребована через 5 лет? Есть такие профессии, которые через 5 лет уже могут быть абсолютно неактуальны. Например, сейчас очень много юристов. Переполненность рынка – тоже очень сложный параметр. Юристов просто можно кушать пятой точкой и серьезно переедать. Нахрена вам быть еще одним юристом, если, когда вы выйдете из вуза, вам придется устроиться за сущие копейки на каторжную работу и работать на ней, там, условные 3-4 года до тех пор, пока вы наберетесь хотя бы минимального опыта для того, чтобы быть востребованным. А зарплаты там есть хорошие и высокие только у тех, у кого очень большой опыт. Готовы ли вы будете в ближайшие 10 лет работать за еду, для того, чтобы иметь призрачную возможность когда-нибудь зарабатывать? Конечно, велика вероятность, что вы, скорее всего, за год или два каторжные работы за копейки опять же пойдете работать в KFC, McDonald's, Fixed Price, в Евросеть или там кто-то, МВидео. Вам это надо? Вряд ли. А учиться вы будете уже не 4, а лет 5-6, наверное, может и все 7. Есть огромное количество профессий сейчас, не только востребованных, но и не замкнутых на получение какой-то бумаги. Люди прошлого, наши родители, зачастую говорили, что и говорят, что нужна корочка, потому что без бумажки ты никто. Но, например, умение монтировать видео не требует от вас бумажки, требует от вас опыта, знаний и умений, а также хорошее портфолио, которое вы, например, сможете наработать, не имея бумаги, а имея знания. То же самое касается и фотографов. Будучи фотографом, вас не попросят корку. Более того, даже работа поваром зачастую у вас не будут просить документ о том, какой вы закончили вуз и так далее. Когда вы придете на собеседование, вам дадут нож, доску, рабочее место и скажут, трудись. Либо покажи, как ты работаешь, либо вот тебе небольшое количество продуктов, приготовь мне что-нибудь. И тот момент, как вы будете разделывать мясо, как вы будете подготавливать холодняк, или как вы будете работать ножом, это все будет пристально рассматриваться вашим будущим работодателям. Они не потребуют от вас корку вуза. Они будут смотреть, как вы работаете. В электрике, конечно, такое не прокатит, потому что это одна из, входит в пять самых опасных профессий в мире. И да, там придется показывать корки, придется показывать вашу группу допуска, доказывать, сдавать экзамены и прочее. Но это специфика профессии. Вам не обязательно быть электриком. Вы можете быть стойлером или токарем. Вы можете быть швеей, и это касается того же самого. Но при этом, например, будучи поваром, вы сможете изготавливать еду на заказ, изготавливая работы и продавая их при помощи Инстаграма или ТикТок. То же самое касается и швеи, и так далее. Рабочие профессии, это очень здорово. Конечно, они не всем подходят, но еще очень важный момент, это то, сможете ли вы при выборе профессии иметь приработок. Если у вас условно есть работа, например, ветеринар может иметь приработок. Он работает в условной клинике, но он может и консультировать в частном порядке. То же самое и преподаватель. Преподаватель может работать и условно, и в обычной школе, и в частной школе, а может и работать удаленно, допустим, через тот же интернет, например, готовить вас к экзаменам, ну, каких-нибудь ребятишек. И для этого нужен только Скайп, Дискорд, Телеграм, ну, или Ватсап. Будучи электриком, слесарем, сантехником, столером, плотником и так далее, тоже есть огромное количество приработка. А вот многих профессий эта возможность, увы, не касается. Почему я выставляю факт возможности приработка чуть-чуть выше, чем все остальное, и чуть-чуть важнее? Потому что мы живем в стране, в России, в которой не очень высокие зарплаты, крайне невысокие зарплаты. И первое время, когда вы только будете делать свои первые шаги, очень важно будет набираться опыта, и возможно, что этот опыт вы не сможете получить именно на той работе, куда вы устроитесь, и не сможете достаточно себя обеспечить той самой очень низкой зарплатой. Поэтому приработок будет очень важным для вас, и иметь возможность приработка шабашек, халтур. Очень важен также при выборе профессии. Узнайте, насколько актуальна информация в этом вузе. Узнайте, кто преподает в этом вузе. Поговорите со студентами этого вуза, потому что часто в социальных сетях эти ребята указывают то, что они в этом вузе учатся. Сходите к этому вузу, съездите к этому вузу, и просто подождите, пока ребята будут из этого вуза выходить, и просто попробуйте с ними пообщаться. Если у вас не очень все хорошо с интернетом, вы не сможете их найти в этом условном интернете. Ребята, как правило, очень легко идут на контакт, и мальчишки и девчонки охотно об этом вузе рассказывают. Актуальность информации. Сейчас у нас нет, обыкновение повышать свои навыки и знания, особенно в преподавательском составе. Поэтому их информация может быть сильно устаревшей. Конечно же, если вы учитесь на математике и около того, то эта информация фундаментальна, и открытий там не особо много за последний век. Так что, в принципе, учитесь. А вот, например, в плане программирования будет очень обидно, если вы в 2021 году будете изучать Делфи, Паскаль, ну вот, Бэйсик. Это будет очень странно. Еще раз. Поговорите с людьми, которые там учатся, потому что они вам смогут многое рассказать. Во-первых, если там очень сильно третируют людей. Или, например, если с людей постоянно требуют взятки. Условно, вы не сможете сдать какой-то зачет, не заплатив кругленькую сумму. Не сброшившись. Либо вообще вас не будут использовать как рабов. Как, например, декан или ректор будет просто вас заставлять делать у себя дома ремонт. Или монтировать его машину. Проверьте рынок труда. Есть ли на рынке труда, во-первых, спрос на вашу профессию. Сколько за нее платят. И посмотрите динамику цен. Есть очень много сайтов, через которые вы сможете посмотреть сайты со временем. Например, тот же Time Machine. Посмотрите, сколько условному какому-нибудь специалисту платили два года назад, год назад, сейчас. И вы сможете проанализировать примерно, как это будет работать дальше. Позвоните в некоторые фирмы, которые потенциально могут быть вашим будущим работодателем. Позвоните и скажите, здравствуйте, я хочу пойти вот в такой вот вуз. И мне хотелось бы узнать, смогу ли я работать у вас или на вас. Нет ли у вас каких-либо квот, нет ли бы у вас каких-то систем подготовки, да, или софинансирования. Потому что я хотел бы работать в вашей организации. Может быть, вам было бы интересно со мной посотрудничать. Как бы вы оплачиваете мне знания, а я потом на вас работаю пять лет. Я знаю, что подобные программы есть, условно, у Газпрома, у Роснефти. Слышал, что подобные есть у ИТСК. Это очень большие фирмы, и вы сможете, возможно, найти там что-то хорошее. Они попросят у вас скан вашего аттестата, ну, если они будут вас заинтересованы. Вы покажете, как вы закончили школу, и, возможно, на основании этого они смогут сделать вывод, интересны вы им или нет. Вам нужно изучить востребованность вашей работы и ее зарплату. Вообще, и будет ли актуальна эта профессия, и позвоните в условные, там, через HeadHunter и SuperJob, какой нужен опыт работы, нужен ли опыт работы, готовы ли подобные организации принимать к себе на работу людей без опыта работы, но вот с таким вот вузом. По крайней мере, это даст вам понимание, вообще, в принципе, сможете ли вы устроиться, есть ли хоть какая-то вероятность. Если вы находитесь в ситуации, при которой вам нужно получить профессию для галочки, чтобы у вас была хоть какая-то профессия, мой вам совет. Получите максимально востребованную работу, такую, там, как электрик, сантехник, слесарь, не знаю, там, токарь, станочник, плотник. Возьмите ту профессию, которая в любом случае, в любом регионе этой страны, а может быть, и даже в любой части этой планеты, сможет вас прокормить, для того, чтобы давать вам денег на еду, воду и возможность развиваться дальше. Если вам нужна корочка, получите ее быстро. То есть, условно, если вы хотите работать, там, не знаю, там, водителем, например, водители, это самая простая вещь. Вы просто сдаете на права, устраиваетесь в какую-нибудь, там, ЖКХ, УК и прочие, там, ЖКУ, и начинаете трудиться, вы нарабатываете себе базу и поехали туда. В ближайшие 50 лет водителей точно не будут сокращать роботы, поэтому, ребзя, welcome. Вероятность очень велика того, что вы в итоге будете несчастливы и будете получать ничего или устроитесь вообще на работу, которая с вашим образованием не имеет ничего общего. Очень будет грустно, отучившись 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 лет и устроиться в KFC. Профкомбинаты. Вот теперь профессиональное образование и профкомбинаты. Профессиональная специализация и профессиональные комбинаты это места, где учат быстро и выдают корочки. Если вам нужна корочка или диплом, сделайте это быстро. Там обучают электриков, слесарях, швей и так далее. Ребят, выбор того, куда потратить ближайшие ваши 5 лет, очень сложный. Если вы понимаете, что 5 лет это очень немаленький срок, то потратьте эти 5 лет с умом. Сделайте такой выбор, чтобы вам не пришлось о нем жалеть. А как не пожалеть, я уже рассказал в этом видео. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать канал, все ссылки в описании. Был рад вас видеть. До скорой встречи. Пока.